Доброе утро! Для этих собак очень важна погода. Но если вы сейчас подумали про мороз или жару, нет, вы ошибаетесь. Для них важна погода в доме. Дело в том, что этих собачек можно даже назвать, знаете, лакмусовой бумажкой, которая отображает настроение в семье. Зовется это порода Кейс Хонды. И вот одна из них уже ко мне на ручки просится. Миниатюрная кавказская овчарка. Так часто называют прохожие эту породу. На самом деле это голландская разновидность немецкого вольфшпица. Юлия и Светлана. Доброе утро вам, девочки. У вас, получается, Юлия, две собачки. Это Еля и Балу. А у Светы? А у меня дочка Балу. Дочка Балу. Как зовут? Сьюзи. А вместе они Кейс Хонды. Баржевая собака. Баржевая? Да, потому что они выполняли функцию, еще их называют собака голландских моряков. Они, моряки, брали собак этих с собой на судно. Они там выполняли функцию охранников грузов, истребляли грызунов. Значит, морская качка им не страшна. Нет, они воду вообще очень любят, водоплавающие собаки. Причем не праздно качались на волнах, а работали компасом. Я прочитала легенду, что очень давно буря унесла лодку в открытое море, в которой было двое людей и собака. И они какое-то время блуждали по морю. И в какой-то момент собака повернула морду в определенную сторону и начала лаять. И люди таким образом спаслись. Говорят, в благодарность выжившие рыбаки построили маленькую церковь. Потом образовалась деревня, а позже город Амстердам. У них очень острый нюх. Они компаньоны, собака-компаньон. И очень подходят для грибников, рыболов, для тех, кто любит вылазки на природу, на пикники. Вы дома не обучали? Так, на случай? Вдруг ключи потеряете? Нет. Просто не было необходимости. А так эта собака-компаньон в помощи не откажет. Они вот ждут внимания, чтобы дали какую-то команду, либо просто хотя бы погладили. Поэтому, когда я себе выбирала собаку, мне Юля подарила, и на самом деле это такое счастье. Потому что, действительно, я знаю, что от меня собака никуда не денется. Она будет всегда со мной рядом. К дому своему они не склонны, так сказать, к побегам. Хватит! Набегались! Были у этих собак тяжелые времена. В 18 веке была революция. Один из предводителей одной из партий, у него было прозвище Киес. И он с собой повсюду брал собаку. Его любимец был. Пес среднего размера, серый, очень пушистый. Но когда его партия проиграла революцию, эти собаки подверглись массовому истреблению. И даже те, кто предпочитали Киес Хондов, хозяева, они старались избавиться от своих питомцев, чтобы их не обвинили в заговоре. Вот и отсюда от прозвища Киес, и отсюда пошло название Киес Хонд. Видимо, прошлое скитальцев отложилось в породе. И теперь Киес Хонды все время голодные. Собаки склонны к ожирению, перекармливать их нельзя. Покушать они любят очень. За этим нужно следить. При случае что-нибудь могут утащить. Вот она уже нашла, там ворует. Ворует просто. Еще не нашла, я хорошо спрятала. Все наши зрители уже обратили внимание, что это шарик шерстяной. Очень красивый, очень пушистый. И, конечно, в первую очередь надпрашивается мысль. Очень нужно ухаживать долго, наверное, за шерстью. У них структура шерсти, которая имеет свойство не закатываться. Очень удобно. Полтунов нет, расчесал по необходимости, ну и, естественно, помыл. Хорошо очень переносит как холод, морозы, так и жару. Потому что холод под шорт сохраняет тепло, а в жару он сохраняет прохладу. Поэтому собак этих стричь коротко не надо. Многие шпицов, я вижу, стричь маленьких на лето. Этого делать нельзя, от этого и структура шерсти портится. Ну и собаке от этого более дискомфортно будет. Но окрас – это отдельная тема для нашего разговора. Волчий окрас. Поэтому и зовут их еще вольфшпицами. Все представители породы одинаковые. Возможно, лишь слабозаметные оттенки. Отличительной особенностью являются очки. Это первая собака, которую можно назвать очкариком. А насколько она популярна у нас в городе Омск? В России порода эта была заведена в 70-х годах XX века. Какую-то популярность она стала набирать уже ближе к 90-м годам. В Омске у нас представителей данной породы очень мало. Все привыкли видеть маленьких шпицов, которые можно взять на ручки и пошел. И кому-то, в принципе, удобно, что у тебя дома на подушке маленькая собачка, а не вот такой вот конь. Я все придумала. Просто шпиц удобен для прогулок одного человека, а здесь нужно вдвоем гулять обязательно. Ну, чтобы вдвоем носить на руках. Вот такая вот собака для обнимашек и поцелуев. Объединяющая сердца людей и вдохновляющая на единение, которого нам порой так не хватает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...